Я открыл дверь, которую после пожелал закрыть. Затем я не знал, к кому обратиться за помощью. Мои родители отправили меня к Равину. Равин не мог помочь. Рэбби, я слышу голоса, во мне демон. Знаете, что он сделал? Он послал меня к психиатру. Когда ты такой сумасшедший, психиатры не знают, что делать. Потому они назначают тебе лечение электрошоком. И после этого ты по-настоящему становишься безумцем. И я еврей, я не пойду к священнику или что-то в этом роде. Для меня смерть казалась лучше, чем жизнь. Я вырос в ортодоксальной еврейской семье. Я верно ходил в синагогу, вплоть до бармитсвы. Я не мог дождаться окончания синагогальной службы, но я все же ходил туда со своими родителями на праздники. Если бы вы спросили меня, верю ли я в Бога, я бы ответил, что как еврей я должен был бы сказать «да», но я не знаю. Я вскоре узнал о том, что смогу стать счастливым, если заработаю миллион долларов. Я получил диплом в одном из ведущих университетов Соединенных Штатов. У меня была работа в самой крупной брокерской компании мира на то время. И я сделал то, чем не горжусь. Я оставил свою работу, оставил жену и свою дочь, и увлекся тем, что называется «Курс медитации New Age». Мне сказали, что научат меня тому, как познать вещи, которые не запрограммированы в моем мозгу. И я подумал, так-так, если бы я мог знать эту информацию из невидимого мира, я бы знал, какие акции будут расти в цене. Тогда я смог бы заработать миллион долларов на рынке. И тогда я был бы счастлив. Я прошел этот курс, и на самом деле я не думал, что это сработает. Они рассказывали мне, как мысленно замедлить волны моего мозга с помощью мыслительных упражнений. И затем, когда я буду в пассивном, почти гипнотическом состоянии, я смогу пригласить воображаемого друга в свою голову. И этот воображаемый друг даст мне информацию, которая никогда не была ранее вложена в мой мозг. Итак, я согласился, и я расскажу вам между нами, почему я согласился. Они сказали мне, что вернут мне деньги, если это не сработает. Поэтому я подумал, что я делаю все, что они говорят. Я знал, что это не сработает, но оно сработало. И теперь я знал вещи, которые не были запрограммированы в моем мозгу. И я подумал, о, теперь я буду счастлив. И эта сила на самом деле начала расти. И затем я увлекся тем, что называется астральная проекция. Это когда твой дух покидает твое тело. Но затем я обнаружил, что как только твой дух покидает твое тело, каждый вечер, когда ты идешь спать, твой дух отправляется на духовную прогулку. Что если мой дух покинет мое тело и не сможет вернуться вовремя? Меня похоронят заживо. И я должен сказать вам, я был настолько напуган, что даже не мог спать. И я был убежден, что то, что было внутри меня, было злом. Это, по сути, был демон. Я испробовал силу темной стороны демонического мира. И вопреки популярному мнению, это не обман. Существуют совершенно реальные, настоящие, сверхъестественные вещи. Смерть казалась для меня лучше, чем жизнь. Жизнь стала слишком тяжелой. Я не искал Бога. Я не искал религию. Я просто искал, как вернуться к тому, каким я был прежде. Я открыл дверь, которую пожелал закрыть. И я просто не знал, как закрыть ее. Я не знал, к кому обратиться за помощью. Мои родители отдали бы за меня свою жизнь. Но они не могли мне помочь. Они послали меня к Равину. Равин не смог помочь. Рэбби, я слышу голоса. Внутри меня демон. Знаете, что он сделал? Он послал меня к психиатру. Когда ты такой сумасшедший, психиатры не знают, что делать. Потому они назначают тебе лечение электрошоком. И после этого ты по-настоящему становишься безумцем. Я еврей, я не пойду к священнику или что-то в этом роде. И я просто знал, что мне некуда идти. Мне сказали, что есть сила больше, чем дьявольская сила, тянувшая меня вниз, чем демон внутри меня. И этой силой было имя Иисуса. Поверил ли я в Него? Нет. Но разве у меня были варианты? Мне было некуда идти. И в то время один христианский бизнесмен дал мне Библию. Мы, евреи, не имеем ничего общего с Новым Заветом. Мы не имеем ничего общего с церковью. Но знаете, когда ты тонешь посреди океана, тебя не волнует, кто бросит тебе веревку. В отчаянии я молился молитвой из двух слов. Иисус, помоги. Я действительно не хотел просыпаться. Жизнь была слишком тяжела, но я проснулся на следующее утро. И я не мог поверить тому, что произошло. То демоническое, что было внутри меня, оно ушло. Полностью ушло. И заменилось величайшим миром и любовью, которую только может иметь человек. Я не смог бы бояться и страшиться, даже если бы вы дали мне миллион долларов. Потому что эта любовь победила все мои страхи. Это была любовь, которую я никогда, никогда не испытывал. Я никогда не переживал этого раньше. Я вернулся к своей жене и дочери, и мой брак был восстановлен. И могу сказать вам, что мы с Джой отпраздновали 53-ю годовщину нашей свадьбы. Мой отец все время злился на меня, когда я стал верующим. Все эти годы. Ты не можешь быть одновременно и тем, и другим. Ты не можешь быть евреем и верующим в Иисуса. Он не хотел иметь ничего общего с христианами. И он очень стыдился того, что его сын открытый верующий в Мессию. Моя мама наблюдала за тем, как восстанавливался мой брак, как я стал хорошим мужем, хорошим отцом, хорошим обеспечителем. И она сказала, «Ты знаешь, я не верю в этого Ишуа, но Ишуа сделал моего сына аменш», то есть хорошим человеком. Я обсуждал с ней то, почему я поверил в Ишуа. И однажды она произнесла молитву познания Мессии. И затем, когда моя мама умерла, мой отец задал самый важный вопрос, который он только мог задать мне. Он сказал, «Сид, будешь ли ты ходить со мной в синагогу в течение года и читать молитву Кадиша о своей маме?» И как только я хотел сказать, «Нет, пап, у меня нет на это времени», я услышал голос Бога. И я почувствовал, что Бог сказал, «Да, скажи ему да». И вы знаете, я ходил со своим отцом ежедневно на миньян, произносил Кадиш и надевал тфелин. Однажды мой отец спросил меня, поскольку я был таким хорошим сыном в его понимании, «Ты все еще веришь в него?» И я сказал, «Да, папа, верю». Я верю, что кровь Ишуа смывает все мои ошибки. И я чист. Я открыл Танах и прочитал ему 53-ю главу Исаии. Там сказано, что мы, евреи, отвергаем его, но он умер не за свои собственные грехи, он умер за наши грехи и его ранами, кровью, которая истекла из него, мы исцелились. Мой отец сказал, «Хватит! Ты читаешь из христианской Библии, ты говоришь о том человеке». И я подумал, «Разве это не удивительно?» Я читаю из еврейской Библии, а он думает, что я говорю об Ишуа. Говорю вам, Бог удивительный. Он восстановил мою жизнь. Он восстановил мою семью. Вся моя семья пришла к вере в Мессию. Я всем обязан Ишуа. И я действительно благодарный еврей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok